В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анна Пилипец. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Вопрос жизни и смерти Госдума рассматривает поправку в закон об ответственном обращении с животными. Финальная точка. Диджитал-проект ДШИ номер 2 культурный алфавит подошел к концу. Березка готова к новому сезону. Заезд первой смены назначен на 29 мая. Далее расскажем обо всем подробно. Регионы смогут сами решать, как регулировать популяцию бездомных собак или кошек. Такую поправку в закон об ответственном обращении с животными рассматривает Госдума. Против инициативы выступили многие зоозащитники, которые трактовали поправку в закон как легализацию усыпления. В ситуации разбиралась наша съемочная группа. В феврале этого года в Самаре стая собак напала на ребенка. Мальчик пытался убежать, отбивался пакетом. Когда животные его окружили, на помощь подоспел мужчина. В марте схожая ситуация произошла в Томске. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как к девочке подбегают пять бродячих собак и несколько раз нападают. Подобные случаи в стране происходят регулярно. По последним данным, на городских улицах живет около 735 тысяч четвероногих. К тому же некоторые из них опасны для людей, так как могут переносить заболевания или просто быть агрессивными. Причин такого поведения несколько. Голод. Самый настоящий голод. Агрессия, стайные чувства, половая охота, все что угодно. Просто у нас очень город средобольных бабушек, все это прекрасно знают. У нас животных голодных практически нет. Наверное, это и спасает наш город от постоянных рассерзанных людей. А так, в основном, это голод и агрессия. Опять же, половые охоты, угон собачий. Сейчас по всей России практикуют две схемы работы с бездомными животными. По первой схеме их отлавливают, стерилизуют, вакцинируют и отпускают на волю. По второй – забирают на пожизненное содержание в приюты. В прошлом году сотрудники Саровского госветуправления отловили 150 безнадзорных собак. В этом году планируют отловить в два раза больше животных. В основном мы занимаемся отстрелом. То есть, из пневматической винтовки, через шприц летающий, снотворное. Потому что многие собаки, они как бы родились, выросли уже не в одном поколении. Внутри города. Дикие бегуемые. Да, внутри города. Это одичавшие животные. И они настолько чутко реагируют, что даже при виде машины они уже прячутся. Если раньше механизм работы с бездомными животными был единым, то сейчас Госдума рассматривает поправки в закон, которые позволят регионам самим решать, как регулировать популяцию бездомных собак. Против инициативы выступили многие зоозащитники, которые трактовали поправку в закон как легализацию усыпления. Однако цель ее введения совершенно другая. Я лично отношусь к этому решению. Надо вспомнить просто, из чего инициатива этого закона пошла. Это же петицию написали президенту Оренбургские жители, когда расстрелили безнадзорные животные маленького мальчика восьмилетнего насмертия. Я думаю, что первое чтение принято просто закон. Я думаю, что он еще будет кучей доработок этого закона именно в отношении агрессивных безнадзорных животных. Они всех подали. Никаких изменений в гуманистическую концепцию закона, оговариваемую его 17-й статьей, нет, сообщил депутат Госдумы Владимир Бурматов. Главная цель – защитить людей от нападений животных, а животных – от жестокого с ними отношения, поясняет Бурматов. Еще одна инициатива коснется недобросовестных владельцев домашних питомцев. Теперь тем, кто решит выбросить животное на улицу, придется заплатить штраф. Давно пора штрафы. Осталось только дождаться, когда он начнет работать. Опять же, какой будет штраф? Тоже многим людям просто все равно. Докажите, поймайте, чтобы власти работать начали, в конце концов, с этим законом. У нас очень много законов, которые вообще не работают. То есть они есть номинально, но при этом никакой активности по этим законам нет. Осталось дождаться, чтобы они стали рабочими. За выброшенную на улицу собаку или кошку оштрафуют на 30 тысяч рублей. А если питомец покусал прохожего, хозяина животного смогут оштрафовать на сумму до 200 тысяч рублей. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Осталось меньше недели. 31 мая завершится голосование по проекту формирования комфортной городской среды, нацпроекта «Жилье и городская среда». Сейчас идет выбор объектов благоустройства на 2024 год, и каждый голос имеет значение. На сайте fkgs.golosza.ru можно изучить концепции благоустройства и выбрать из списка одну территорию, которая должна быть благоустроена в первую очередь. В Сарове это набережная Борового или Теренкур, тропа здоровья. Создать современную среду для жизни, преобразить города и поселки, сохранив при этом их неповторимое лицо и историческое наследие. Региональный проект формирования комфортной городской среды существует несколько лет. За это время реализовали множество объектов в разных городах. В Сарове, например, в рамках ФКГС в прошлом году сделали первую очередь реконструкции сквера за зданием администрации. Скоро стартуют работы второй очереди. В этом году горожанам вновь предлагают выбрать территорию, которую будут благоустраивать. Чтобы город Саров продолжал участвовать в федеральном проекте, мы должны обеспечить надлежащее голосование по отбору общественных пространств в рамках проекта ФКГС, как мы говорим. У нас в этом году две территории – это тропа здоровья и пруд Боровое. Поэтому мы надеемся, что наши горожане определятся с выбором. После того, как будет известна территория «Победитель», пройдет общественное обсуждение ее благоустройства. Уже потом специалисты приступят к проектированию. Но и предварительная концепция того, что хотелось бы увидеть в этих местах, уже есть. Например, благоустройство Борового предполагает создание фонтана в центре водоема, зон пикников, спортивных и детских площадок. На тропе здоровья в первую очередь предлагают заменить асфальтовое покрытие. Потому что на некоторых участках оно вообще практически разрушено. Для того, чтобы замкнуть кольцо, чтобы вот эта дорожка стала в том виде, который удобно для нашим горожанам. И в том числе появилась возможность ее очистки надлежащим образом. Это устройство различного вида тренажеров для занятий массовым спортом. Это предусматривается в том числе и обустройство детских игровых комплексов. Так как рядом находится экологический троп, на тропе здоровья хотят установить информационное табло и видовые площадки. Проголосовать за одну из предложенных территорий можно на сайте fkgs.golosza.ru. Для этого понадобится аккаунт госуслуг или подтверждение номера телефона через СМС или звонок. Отдать свой голос можно до конца мая. Итоги будут опубликованы на портале проекта «Формирование комфортной городской среды». Работы на выбранной территории начнут в 2024 году. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Бесплатная вакцинация домашних животных пройдет в эти выходные, сообщает Госветуправление. Привить от бешенства кошек и собак можно будет в субботу с 11 часов на улице Шверника, с 12 на парковке перед кинотеатром «Россия», а с 13.00 на площади Ленина. В воскресенье бригада будет работать с 11 на улице Ленина рядом с бывшим магазином «Юбилейный», с 12 у съезда на лыжную базу, а с часу на театральном проезде. На каждом участке вакцинация будет доступна ровно час. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Больше абитуриентов сможет поступить на бюджет в следующем году. Почти 626 тысяч мест, среди которых не менее 10% для льготников, участников спецоперации и членов их семей. Принимать абитуриентов российские вузы и их зарубежные филиалы начнут уже 20 июня, а зачислять с 3 по 9 августа. Подать документы можно лично в учебном заведении или с помощью суперсервиса поступления в вуз онлайн на госуслугах. Детский образовательный центр «Березка» завершил подготовку к новому сезону. Заезд первой смены назначен на 29 мая. Лагерь значительно обновили, полностью реконструировали банно-тушевой комплекс, отремонтировали корпуса и тротуары, закупили дополнительное обучающее и игровое оборудование, провели переподготовку педагогического состава. Традиционно «Березка» каждое лето принимает более 300 детей. Получить консультации по вопросам приобретения путевок можно по телефону 9-92-10. Денежное вознаграждение за сообщение о пьяных водителях ввели в регионе, напоминает в Саровском ГИБДД. Получить его могут только совершеннолетние. Информацию о нарушителях следует передавать по единому номеру 112. Полиции должны зарегистрировать сообщение в письменной или устной форме, после чего сотрудники МВД эту информацию проверяют. И если она достоверна, на карту сообщившего в течение 10 дней поступит денежное вознаграждение в размере 2000 рублей. В выставочном зале ДШИ номер 2 открылась выставка работы экспертов диджитал-проекта «Культурный алфавит». Экспозиция – финальная точка проекта, реализуемого при поддержке президентского фонда культурных инициатив. В течение года ученики медиастудии и мультстудии снимали телепередачи о значении удивительных терминов мира народного творчества. Эксперты, принимавшие участие в съемках, предоставили свои работы для народной выставки. Островок народной культуры. Каждый экспонат выставки хранит в себе частицу души мастеров, которые их делали. Причудливые глиняные игрушки, деревянные игрушки-террорушки, коврики из ветоши, панно, картины и многое другое. В детской школе искусств номер два открылась выставка работы экспертов диджитал-проекта «Культурный алфавит». Мой любимый экспонат на этой выставке – это вот эти замечательные вышитые рушники. Я вообще очень давно интересовалась вышивкой, сама когда-то пробовала, в детстве вышивала крестиком, дальше дело не зашло. Но я поражаюсь вот этому мастерству, искусству, как можно своими руками создать подобные рисунки, узоры, которые хранятся через века. О ремеслах, представленных в выставочном зале, ученики мультстудии «Фристайл» знают немало интересного. В течение года ученики медиастудии и мультстудии снимали телепередачи о значении удивительных терминов мира народного творчества. Во время работы над выпуском юные журналисты открыли для себя богатый и разнообразный мир народной культуры. Хотели, чтобы наши зрители узнали множество новых слов, связанных с народным творчеством нашей страны. А также мы сами изучали много слов новых и общались с интересными людьми. А еще мы изучили хорошую, а еще у нас была хорошая подготовка медиапрофессии, как телеведущий, оператор, звукооператор, режиссер монтажа и журналист. Очень жаль, что наша передача подошла к концу. Но мы с преподавателями очень творческая команда и обязательно придумаем что-нибудь новое. Позади год кропотливой работы. Ее итог – 29 просветительских выпусков. Первый – «Алконост» – один из самых значимых для ребят, так как именно с него началось погружение в мир культуры. Своё отражение термин нашел и в выставке. В нашем проекте главный образ алконост, его можно встретить на нашей выставке в разных вариантах. Он есть и в резьбе, и в керамике, и в вышивке. Тут можно устраивать целый квест, чтобы найти, сколько алконостов на нашей выставке присутствует. Первый наш ролик в нашем проекте был как раз посвящен этому термину. И преподаватель нашей школы, Татьяна Владимировна Есеникова, рассказывала об этом термине. Выставка «Культурный алфавит» продлится до октября. Посетить ее можно в часы работы «Дыши» номер 2. Возрастное ограничение – 6+. Новая библиотека появилась в Сарове. Сокровищница книг расположилась в здании Духовно-научного центра. В библиотеке есть взрослая художественная литература, романы православных писателей, классические произведения и поэзия. Подробнее о ее уникальном фонде расскажем далее. В 1800 году библиотека Свято-Успенского мужского монастыря находилась над святыми воротами колокольни. Здесь была богословская и богослужебная литература, книги по истории, словесности, математике, географии и мореплаванию, а также полная юридическая подборка. К началу XX века фонд библиотеки насчитывал до 10 тысяч печатных и порядка 700 рукописных книг, в том числе и XVI-XVII веков. После закрытия монастыря некоторые экземпляры вывезли, а оставшиеся разворовали или сожгли. Новая библиотека Саровской пустыни находится в здании Духовно-научного центра. Читатели могут найти здесь широкий выбор литературы. Большое дело у нас детской литературы. Здесь представлены книги от нуля плюс, младшего школьного возраста, среднего, старшего и, конечно, подросткового. Наш младший читатель найдет любую книжку по своему вкусу и подрастающее поколение, у которого, конечно, много вопросов в нашей жизни, тоже найдет хорошую повесть художественную, историческую книгу, книгу по психологии. В библиотеке есть и взрослая художественная литература, романы известных православных писателей, классические произведения и поэзия. Значительную часть полок занимают книги о преподобном Серафиме, царской семье и Саровской пустыне. В библиотеку Духовно-научного центра можно прийти не только за духовной пищей, но и за научными знаниями. Библиотекарь подберет для вас книги по истории России, разным военным событиям и полководцам. Домой можно взять и красочные энциклопедические альбомы по военной технике. Также книги у нас по музыке, садоводству, домоводству, путешествиям по миру, то есть на разные-разные вкусы. И тоже также благодаря нашим прихожанам, наша библиотека пополнилась, у нас много книг по русской литературе, по зарубежной литературе. Тоже достаточно по школьной программе много книг. И много у нас и учебной литературы. Фонд библиотеки свыше 5000 книг. Плюс здесь представлена и периодика. Подарочные издания большого формата при необходимости тоже могут дать вам домой. Библиотека оснащена читальным залом, в котором можно уединиться за чтением. График работы с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов. Интересующие вопросы можно задать по телефону 8-910-125-76-55. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски, авторские программы. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА